рыбакит папа рисует привет ребят вы на канале рыбакит и с нами супер дима он редко бывает но новогодний стрим такой елка у меня и начинаем ты сегодня battle я буду рисовать три батла да но сегодня будет супер злодейский battle сначала да не супер злодея как он называет антигерой супер антигеройским по battle каждый из нас рисовать какого-то такого плохого парня но который нам нравится конечно любимый я буду рисовать и буду доказывать и объяснять почему он мне нравится а ты будешь дим своего рисовать и что-нибудь расскажу с новым годом всю вашу смех спасибо большое начинаем кого ты рисуешь я рисую венома из фильма веном такой с языком да отвратительный отвратительный парень рисую рисую такие вроде бы неплохой как он неплохой плохой ну фильм сняли знаешь такой понять ты говоришь понять и простить что да нет он вроде бы если но можно же его понять есть людей даже все все нет плохой сразу но он злодей да ну но он злодей но а что он доброго сделал или спас планет спас планет ну ничего так может быть и не очень плохой да ладно ребята я вам расскажу кого я рисую я рисую призрачного гонщика мы с димой долго выбирали кого же нам нарисовать и это действительно было сложно его выбрать и потом оказалось что злодеи они не очень злодейские герои не очень геройские у них все до но сейчас я призрачного гонщика выбрал потому что кино который я видел мне нравится комиксы которые видел мне вот тоже очень они очень стильные немножко отличаются но это тоже марвел да тоже морода ну и вообще он стильно такой гонщик такой крутой у меня сильно лампа светит да отверни отверни нормально ничего если светит так отверни так нарисуйте аэрпоции пока что я рисую череп и наверное родители которые знаешь нет детский канал такие вот он рисует череп скажу герой это нормально фильм наверно плюс 12 плюс на какой ну вот этот вот про призрачного кончика тема на 16 16 плюс он такой но он совсем никакой да можно сказать он не страшный ни капельки я смотрю когда было маленький страшно ну ладно ладно давай то объясни почему тебе нравится вот этот вот червивый какой-то червяк он на фильме постоянно хотел есть и поэтому он делал людей голодный но на что его прощаешь за то что он такой голодный есть хочешь что естественно я бы его не прощал за это дело ну ладно ты объясняешь чем он хорош чем он тебе нравится если ты его выбрал тогда объясняет ну как бы нравится мне тем что он такой не знаю такой вроде бы похож на монстра он творит всякую но он есть монстр вот да он монстр он инопланетянин который вслился в человека так проблема то не только инопланетянина но и самого человека этого как бы чем он управляет понимаешь он как бы весь такой проблемный такой ну да но и чем тебе нравится что ты хочешь чтобы тебя инопланетянин слился или что ну не лучше дает сверху и способности он фильме защищал своего носителя потому что если он лежит его носите то и он тоже умрет но значит тебе нравится сверхпособность а тебе конкретно вот именно да 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 он дает просто ну как если так можно выразить безграничную силу но они бесконечно не безграничная но такую мощь у тебе короче нравится его как бы сама мощь этого человека этого существа можно сказать да мощность его нравится да ну а к примеру его там черты какие-то характера он любит есть это как бы значит свинка пепа тоже она любит покушать уже отличается от свинки пепа ну да он покороче он как он сказал фильме он был неудачником на своей планете это ну и он слился с тем как бы тоже с неудачником ну только на нашей планете если что я осталась на вашей планете я не хочу уходить потому что мне тут понравилось и вместе мы можем подняться потому что на своей планете я такой неудачник и от на своей планете тоже неудачник давай объединимся и станем а какой-то тебе за неудачность типа знаешь такой все меня так и любили я вам отомщу да они не ну просто то что не знаю нравится мне но мне на ну хорошо но может быть ну давай я тогда тебе немножко про этого пара подборщика да я видел кино но я смотрел и комиксы тоже почитал они очень стильные вот это мне нравится про венома они такие немножко тоже читал комикс сейчас особенно выходит фильмы все это на популярности я тоже изучал посмотреть мне нравится себя это изучить но он как-то стрёмный вот этот вот во первых мне нравится все вот это вот металл знаешь музыка и как раз призрачный гонщик он ко мне прям близко подходит мою кто не нарисовал нарисуйте карандаш по ну ладно мы почитаем ваши комменты немножко в перерыве короче говоря мне нравится сама стилистика призрачного гонщика что он такой металл ходит в стильном костюмчики одевается классно мне нравится он как раз он переживает и здесь как раз не какой-то он неудачник а он как бы попал в эту состоянию сделки с этим да то же самое и у венома но он сам принимает решение веном принимает решение тут еще и как бы он сконцентрировался скооперировался с этим с человеком да с человеком а тут чисто человек должен а а ну а венома то есть веном дает способности человеку а человек сам принимает решение но почему веном может и как бы контролировать человек он может он может управлять телом человека без вот это мне уже не нравится управляет чем человек например если человек не хочет а он хочет да 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 он может заставить например прыгнуть его с крыши возьмёт и просто возьмёт его по своей контролю все ну ладно ну хорошо хорошо они такие два плохиша таких я бы не сказал что один лучше другого но мне нравится по по стилистике мне нравится этот стилистика венома или как-то веном как вода она больше какие-то вот это вены вот эти вот языки на какие-то знаешь как будто в тебя сейчас залезет этот похож на глистана какого-то если честно его смотрел украинский трейлер венома там когда он в трейлере говорил что он какую-то заразу подцепил то в украинском дубляже он говорил что я подцепил да я глиста подцепил вот вот это вот ощущение мне очень оно такое знаешь неприятное немножко из-за этого этот супергерой не самый мой любимый наш есть супергерои этом ну вот именно там вот мы сейчас говорим не о супер злодеях как это антигероев да ну вот есть дэдпул да но я не выбрал потому что он какой-то но он горю веселый до одного веселья мало нужно чтобы еще и была какая-то внутренняя штука мощь да и внутренняя как бы борьба что ли а у него там борьбы нет он просто венома внутренняя борьба была они с я помню когда за веномом ну за симбиотом пришли эти люди этого миллионера помнишь когда мы с тобой рисовали венома я тебе рассказывал да 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 и такая история запутанная они когда пришли к нему эдиброк такой поднимает руки но они на него отправили пистолет а типа давай отдавай на нашего симбиота он просто эдиброк поднимает руки ему говорит что ты творишь зачем ты поднял руки он такой ну мне показалось это ну за на ситуации ну да 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 он такой ты нас позоришь хочу выпускать руки ну а эти наши понимание конечно не тому так болтали болтали на него лично религии бандиты как на психа и короче они решили его застрелить но не не получилось то что веном взял ввен слабо от меня все порешаю и короче вот он сказал ты только распозоришь и ладно все вторую до и сказал ладно я все порешаю взял и короче всех раскидал а потом когда они уже справились с этими бандитами. Эдиброг такой, о господи, господи. А Веном такой говорит, теперь давай им поотрываем нафиг бошки. В одну кучку тела, в другую бошки. Эдиброг такой, это обязательно. В итоге потом они ушли. Не стали? Отрывать бошки? Нет, просто они должны были уйти от преследования. А, ну убежали, короче. Но это идея хорошая. А там погоня была за ними, они там уезжали на мотоцикле. Тоже, а мотоцикл это гонщик. Призрачный гонщик. Ну, немножко Веном побыл призрачным гонщиком. Немножко. Ну, во-первых, он наказывает. Смотри еще, призрачный гонщик. Он там как наказатель такой. Вот это мне тоже. Вообще, вот эта вся идея призрачного гонщика, она летала в голове у всех. Ну, рядом. Его нарисовал кто-то и сделал. Кино там сняли, сериал там. Не сериал, а этот. Комиксы сделали, да? Ну, а он настолько на поверхности, после того, что прошли много рок-групп, они там все вот эти вот металисты, знаешь. И это настолько уже было понятно, что если его не придумали, вот тогда бы, его бы придумали сейчас бы. Еще тысячу раз придумал кто-то другой призрачного гонщика. Потому что это очень легкий персонаж. Ну, и проблемы у него такие, типа, проблемные. Ну, Веном, сейчас Веном, он классный, потому что про него сняли, его разработали, как бы. И, кстати, он как бы злодей Человека-паука, то есть все думали, как бы, как это будет фильм без Человека-паука, то есть как, как он будет... Вообще, интересно ли будет смотреть? Да-да-да, как он будет без Человека-паука, если... как бы Веном стал Веномом из-за Человека-паука. То есть они вначале были вместе, а потом Человек-паука изгнал его, потому что Веном ну, творил какую-то... Не то, что хотел Человек-паук, и как бы поэтому у Венома появилось как бы желание отомстить Человек-пауку. Я услился с Эдди Броком, который тоже хотел отомстить Человек-пауку. Вот. И у них была одна цель. А тут в фильме этого нет просто. Ну, они, я думаю, поглубже интересны. Не просто вот типа отомстить, а что-то сделали поглубже. Нет, в фильме там запутана такая история и получилась. Ну, фильм прикольный, мне понравился там. Ну, кто же побеждает теперь, ребят? Нарисуйте Стива в Майнкрафте. Нарисуем Стива, но сейчас мы рисуем батл супергероев, суперзлодеев, антигероев, и героев. Так что будет как минимум четыре рисунка. Мы с Димой засели на час, наверное. Какой тебе нужен? Вот красный. Вот тут есть. А, вот так. Он там тоже есть, но как-то стерся. А может, выпал куда-то. Девчонки вчера рисовали, наверное, за это затерли. Так что, ну, девочки, кто же победит, давайте свои плюсы, может быть, голосуйте. Кто за Веном, оставьте минус, кто за призраконщик, оставьте плюс. К примеру, да. Да. Ну, что? А вообще, я понял, Дим, ты уже немножко отходишь от суперских идей и гиковских вот этих всех супергероев и всего остального. Ну да, ну, почему? Я наблюдаю за этим, но это уже не так активно. Ну, а что тебя сейчас интересует? Музыка? Да, ну, музыка, да. Музыка. Ну, что ты сейчас, как бы, вообще не слушаешь? Не знаю, какой-нибудь... Ну, тоже нравится... Аллу Пугачёву? Нет? Нет, ну, тоже нравится, ну, как ты сказал, вот этот стиль... Тяжёлый. Да, 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 да. О, ну, я понял. Просто я понял. Взрослеют ребята и Ваня уже не очень заходит вся эта супергеройская такая история. И всё больше переходят на какие-то глубокие, ну, более такие настоящие какие-то вещи, которые, ну, супергерои... Мне всё-таки кажется, все супергеройские фильмы в распределении американцев, как они снимают и как они делают и не только фильмы, но и... Они все более детские, что ли. Ну, как бы, направление... Проблемы, лёгкие проблемы. Детей много, и они хотят, чтобы побольше денег заработать, ставить детские рейтинги, делают фильмы для детей. Да, но и сами герои, они как бы, вот, например, я герой. Это детский разговор. Я герой, это детский скажет. Все понимают, что нету хороших, нет плохих, что всё это такое непонятно, кто злой, кто плохой, например, да, например. Вот тебе учитель ставит двойку, она плохая, да? Она же ставит для того, чтобы ты в следующий раз научился чему-нибудь. Так что тут хитро, а когда всё понимается, всё-таки там... Ну, сейчас они стараются усложить. Смотри, за твоего призрачного гонщика проголосовали. О, да. Плюс не считать, она один плюс поставила, а нет. Чувак поставил один плюс. Спасибо тебе. А Лёва и минусы плюс поставил Лев. Молчанов. Так что спасибо. Мы не то, что прям... Мы просто хотим узнать, кого... Ну да, туда. Кто вам нравится? Вот, ребят, мы не подсчитываем голоса. Сколько лет мальчику? Это Дима, это Супер Дима. Он супер популярный, потому что есть несколько роликов, как мы рисовали. Много роликов, очень много. Да, ну много. Слый лист там, зайдите. зайдите, наберите Супер Дима, посмотрите, как мы с Димой рисуем всё подряд. Ну, больше всего рисуем, конечно же, всяких. Мне тут получился умен, как будто нос какой-то. Мне кажется, надо как-то сделать. Ещё серые глаза ему нарисуй, тогда мне кажется, Не знаю, у него белые. Ну, а ты нет, подсери чуть-чуть, и тогда будет это не дырка, а в рисунке будет такая, что он такой, ну, как имеет форму, как, ну, серенький, вот есть серенький, прям вот серенький, он не тёмный. И тогда будет совсем рисунок. Плюс, пишут, плюс за Гонщика. Ну, спасибо, ребят. Гонщик всё-таки последний фильм сильно навредил карьере этого, кто снимался при за сёме Гонщика. Кто там? Я забыла его имя. Как его? Кэ на Кэ, Ну, ладно, не важно. Напишите, кто помнит. Да, Петя, Ваня, Дима, спасибо. Привет, Ваня, Дима, спасибо за ваше видео. Пожалуйста, Надежда Богоусков, Пожалуйста, ну, мы рисуем для ребят и наши интересы, вот, особенно, Дима приходит, у него свои интересы. Девочки вчера пришли, мы рисовали, что им интересно. кто же побеждает, дружба, или всё-таки твой мой? Ну, получается, твой. Почему? Ну, он побеждает по ним, ты хочешь сказать, ну, а для тебя всё-таки, он тебе ближе. Да. Он, я так скажу, он современный. Сейчас весь этот рок, всякие вот эти вот байкеры, они устарели, да? Ну, честно, так смотришь, думаешь, он к дедушке поехал, да? Почему? Эдди Брок, у него нет машины, он тоже там на байке рассекал. Но он всё, но нет, ну да, но он всё-таки, кстати, это может и, ну, их связано. Ну, связано, потому что, да, действительно, он тоже такой роковый, он тоже в чёрном, он тоже такой стилистик, он всё-таки, он более модный, более современный, у него, хотя вот, мне кажется, здесь, призрачный гонщик, всё-таки победит, хотя, он едет по дороге, 666, ну, помнишь, как он людей там сжигал, моментально просто, венома так, так тоже просто не возьмёшь, но, кстати, как раз, призрачный гонщик, у него преимущественно, потому что, симбиот, ну, то есть, веном, он боится огня, и, то есть, звука. А, ты хочешь сказать, если они вместе будут, то этот будет ещё, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, и огонь. У него-то огонь, и ещё виновата музыка. Ну, в общем, мы нарисовали сейчас два страшных героя, ну, такие равные, ребят, ну, победит, если то, если что, победит призрачный гонщик, хочешь сказать. Ну, может быть. Не факт, ну, может и веном победит. Я не знаю, в какой ситуации именно они встретятся. Ну, надеюсь, что они по одну сторону баррикад встретятся. Давай. Может, очень им встретятся. Сделаем перерыв, ребят, не уходите, и ещё сейчас что-то будет. Мы ставим на паузу, чтобы убрать наши рисунки, прям классные рисунки получили. Мне нравится вообще супергерот. Помнишь, мы тогда рисовали часа подряд? О, да, когда мы с Ваней ещё помнили. Да, было здорово. А, теперь мы закрываем картинки призрачного гонщика. Часа с половиной рисовали. Да, да, много прям. Да, было много супергероев. Так, теперь кого будем ставить? С...